В Новосибирске продолжается реновация учреждений социальной сферы. Комплексные центры социального обслуживания населения ремонтируются и оснащаются современным оборудованием, которое, в числе прочего, будет использоваться и для реабилитации участников спецоперации. На прошедшей неделе мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ по реконструкции филиала Комплексного центра социального обслуживания в Ленинском районе. Преобразованы и все помещения. Вы видите большое количество открытых зон. То есть здесь перепланировка? Да. Насколько возможно, потому что все-таки это жилое здание, здесь есть вентиляционные шахты. Понятно, что несущие стены здесь остаются, все это остается, но в какой-то степени вы что-то перейдете. Этот филиал комплексного социального центра в первом переулке Серафимовича рассчитан на работу по адаптации и реабилитации пожилых людей и инвалидов. Здесь помогают сохранить и укрепить не только физическое, но и психическое здоровье. В прошлом году услугами специалистов отделения воспользовались 230 человек. Из них большая часть – инвалиды. Планируется, что после масштабной реновации центр сможет принимать вдвое больше горожан и специализируется на работе с участниками специальной военной операции. В прошлом году у нас произошла такая серьезная реорганизация в департаменте социальной политики. Была перестроена работа, была оптимизирована структура. Произошли объединения отдельных подразделений, даже учреждений. И в результате мы получили заметную сумму бюджетных денег, экономии от этой реорганизации. На этот год запланирована реорганизация учреждений, реконструкция их, в частности комплексных социальных центров. Вот это здание, в котором мы сейчас находимся, общей суммой на 145 миллионов. На реновацию этого филиала в Ленинском районе ушло 6 миллионов рублей. Еще столько же потратили на закупку современного оборудования. Завершение ремонтных работ запланировано на конец мая. В начале июня учреждение должно распахнуть двери для посетителей. Корректируется направленность задачи, которые стоят перед комплексным социальным центром. Сегодня они ориентированы на реабилитацию наших граждан, ветеранов, тех, которые вернутся из зоны боевых действий. Вполне возможно, кто-то с ранением будет, кому-то потребуется психологическая помощь, реабилитация. Вот здесь специалисты будут заниматься именно этим важным очень направлением. Сегодня наша система настраивается на решение этой очень важной задачи. Программа реновации включает в себя масштабный ремонт, приобретение новейшего оборудования, внедрение новых форматов и протоколов работы социальных служб. В результате в учреждениях отрасли смогут обслуживать на 30% больше жителей, чем прежде. Подходы к работе с людьми и к реабилитации, а нынешний центр, который вы видите, здесь как раз будет расположена большая-большая реабилитационная зона. Он требует иных подходов, иных подходов и к работе с людьми, и к приему людей, и к расположению к себе людей, и созданию благоприятной атмосферы, чтобы это была не учрежденческая обстановка. Ну и, собственно, для возможности разместить здесь то современное оборудование, которое мы сейчас приобретаем. Задача поставлена президентом реабилитации на военнослужащих и их семей, и мы здесь сможем в оперативном порядке начать оказывать такие услуги. Поэтапно будут обновлены и другие социальные учреждения города. Уже прошел реновацию комплексный центр в Кировском районе, идут работы в филиале Октябрьского района. Там преобразуют три площадки. В этом году стартует реконструкция социального центра в Советском районе. Там будет практически заново построено здание. На очереди отделение реабилитации детей в Первомайке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова